я просто для него делаю его специально для того чтобы ночью пока он не доделан дети очень любят 12 когда не этот это вот такой же акрин только вы поменяли цевьё на него поставили прицел климатурный но все падки до новизны очень это любят . нет типа просто модно это модно да некоторые говорят что это удобно но есть одно но все вот это добавляет веса представьте вы мой вот этот автомат да вот они одинаковые только на этом помене нужно да мы вот этот автомат уроним грязь и вот этот автомат уроним в грязь или там холодная вода лед снег да вот здесь вот все забьется сразу же а здесь гораздо меньше в результате в одну и ту же лужу мы в грязно уронили вот автомат со всеми вот этими наворотами сразу нас на порядок больше весит становится нежели автомат без этих всех наворот опять же планк прицельный открытая она универсальная не можно прекрасно смотрится как в лесу так и в поле так и на вскидку стрелять любая оптика она сужает взгляд твой то есть может быть для конкретной задачи она точнее кучнее будет но в общевойсковые задачи и всякие разные боевые задачи они подразумевают и бой в городе и бой в лесу и песке и в зданиях и в ограниченном пространстве чем меньше всего тебе выступает меньше весит тем и лучше по надежности опять же этим прицелом чуть тронул бум он может сбиться да у тебя уже все на большом расстоянии ты надеешься попадешь ты уже не попадаешь сбить вот этот прицел усилие совершенно другой вот кстати еще интересный момент мосинка с оптическим прицелом прицел стоит да точно так же как у всех с навесным оборудованием прицел может сбиться да но установка прицела позволяла использовать планку представьте у вас разбился прицел да но вы все равно можете целиться используя прицельную планку ему также все работает также все работает да а вот на вот таких вот уже да вот вариант к примеру да здесь вместо прицельной планки стоит коллимоторный прицел то есть мы его сейчас разбили до ударили еще что-то там батарейка села там у нас нет прицельной планки автомат только для вот так вот а здесь ты всегда дублируешь поэтому новизна это конечно хорошо но кавашников был очень мудрый человек и дел универсальное оружие именно для обычного солдата неподготовленного да там спецназу который супер пупер на все все делает для конкретных выполнений задач это может быть и лучше до коллимотора оптика там одно второе третье сошечки но не подготовлю в том вот как сейчас до мобилизованный человек мобилизованного товарищу такое же слона давать и плюс вот когда мы были участниками контратеррористической операции у нас был 762 на 39 даже 545 на 39 мы не брали потому что до боеприпасов меньше но патрон пуля пробивает пуля в лесу хорошо работает мелкий калибр в лесу даже высокой траве начинает гулять поэтому у нас была возможность выбрать любое себе но брали 762 брали а сейчас я так понимаю опять мы возвращаемся да вот большому калибру идет тенденция к увеличению но по идее сейчас мы возвращаемся к тому что у нас начинают конструировать оружие люди которые не имеют профильного образования но которые умеют очень хорошо продавать маркетолог да 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 локтями пропихивать у кого уже родители там заняли прекрасные должности и они уже по праву рождения становятся гениальными поэтому у нас и получается что вместо того что чтобы что-то новое придумают у нас придумывают обвесы это мы сюда вот а вот поставим сюда фельдипер свою мушку и он автомат станет лучше стрелять никогда такого не всегда нужно сначала подготовить стрелка бойца а потом уже будет стрелять автомат а человек который умеет стрелять он будет стрелять с любого и на одинаковом уровне и только хоть ппш хоть чего самое главное подготовка а подготовленный солдат он иголом будет из любого оружия и еще кстати один большой плюс вот почему автоматы были и никогда ничего не делали да у нас сейчас делают автомат на левшу автомат на правшу там автомат там на безруких безногих да в бою с автомата можешь учить что угодно осколки его подбила да у тебя лежит убитый товарищ ты его автомат взял и пошел тебе не надо его к нему привыкать подстраиваться ты уже знаешь что автомата у вас пристреливал один и тот же специалист по стрелковому вооружению что автомат это стреляет точно так же как твой автомат что он сделан на правшу что он никаких вот у него запендросов кривых стволов ничего тут все пристреляно безобразно но единообразно поменял бою секунды и у ту же пристрелялась к новому автомату если если у тебя вот такой вот то тебе к нему уже будет реально привыкать это примерно то же самое когда вы все же ездили на механике и сели на автомат или шаре строится так так круче а вот автомата сесть на механику вдвойне круче и поехать нормально никуда не въехать понятно а вы вы офицер